Однажды один преданный, он подошел ко мне, он только получил посвящение в Адута Махараджи, он подошел, спросил, а когда будет второе посвящение? Я спросил, а зачем тебе второе посвящение так быстро? Он говорит, ну как, первое посвящение сжигает 50% кармы, второе, еще остальные 50%. Я сказал, ну ты перепутал организацию, дорогой, потому что здесь никто не жгет твою карму, тебе придется пережить ее полностью самостоятельно, и посвящение отдается не для того, чтобы ты переживал карму, не для того, чтобы ты что-то получил от этого, а для того, чтобы ты этому что-то отдал. Потому что служение – это не принимать, а это отдавать. Служение – это то, что дает тебе неоспоримую возможность что-то дать, забрать что-то негативное, возможно, и притворить это во что-то положительное. И поэтому, я говорю, равно как и Харе Кришна, Маха Мантры, и Гаи Три Мантры, они дают человеку, даются ему не для того, чтобы он от этого что-то получил, а для того, чтобы он этому что-то отдал, свое время, свое настроение, свою любовь, свою нежность. Потому что для всего этого необходимо чувство, необходимо движение сердца. Мы не можем делать это механически, механически не работает. Ко всему нужно подходить с душой. И гуру, он тот, кто берет на себя определенные обязательства, он говорит, да, я как твой лечащий врач. Сейчас я вижу по твоей карме, по истории твоей болезни, что у тебя все сложно. Клинический случай. Но он, в принципе, излечим. Если ты будешь действовать согласно моим предписаниям. Вот тебе лекарства, Харе Кришна, Махамантра, диета, регулирующие принципы. Вообще, жизнь предности. И попробуй, согласно этому, сделать что-то со своей жизнью. Попробуй хотя бы одну жизнь посвятить Господу. И посмотришь, как вам понравится, не понравится. Я гарантирую, что тебе понравится. И подлинный ученик, он тоже тот, кто понимает, да, сейчас я нахожусь в тяжелой жизненной ситуации. Как мне сказала недавно она предная. Я прихожу к этому выводу, что практиковать духовную жизнь более-менее получается, когда у тебя с материальной жизнью все в порядке. Как только начинаются какие-то внешние проблемы, то духовная жизнь, она так или иначе уходит на некий второй план. И я говорю, ну, в целом, оно так и есть для большинства людей, но мы не должны быть материалистами. В нашей ситуации должна быть такова, что, как объяснял Шилашдхар Махараш, к нему как-то пришли люди и сказали, что в нашей стране запрещено не работать. Мы обязаны трудиться, причем по 8-10 часов в сутки, и мы с работы приходим просто никакие, и уже вся духовная жизнь у нас происходит на автопилоте. И он сказал, это неправильно. Ваша обычная, обыденная жизнь должна происходить на автопилоте. Ну, то есть, то, что вам нужно отдать этому миру, вы это делаете на автопилоте. А все, что касается духовной жизни, вот в это все должно быть погружено ваше сознание. Там, где твое сознание, там и ты. Поэтому карма – это очень серьезная вещь. Ты не можешь этого избежать. Ты не можешь сказать. Один мой знакомый, он как-то, он был очень долгое время привлечен идеями предности, а потом он начитался каких-то двойтистских книжек, и такой звонит мне и говорит, зачем тащить на себе мешок кармы? Просто оставь его и иди. Я ему говорю, ну, да, перестань делать какие-то глупые вещи. Спать, есть, там, то, что отнимает время, столь ценно в человеческом рождении. То есть займись самым важным, а остальное лишнее убери из своей жизни. Очень просто. Если это очень просто оставить карму, то перестань заниматься кармической деятельностью. Перестань дышать, например, потому что в процессе вдоха и выдоха ты убиваешь миллиарды бактерий. Ты и вредишь живым существам. Перестань ходить, потому что ты все равно каких-нибудь жучков растопчешь. Перестань делать то, что причиняет боль другим. Если ты такой, ну, как бы, хочешь оставить карму. Потому что за все это ты должен ответить по закону кармы. Если ты хочешь оставить карму, то сделай так. К сожалению, Адвайта Веданта, особенно в иерусской версии, она бессмысленна и беспощадна. То есть все, как бы, сводится к некому, что в жизни есть игра, и мы просто в нее играем. Это не игра. Если игра, то не наш. Потому что, когда ты играешь, ты играешь в свои игры и по своим правилам. А когда ты играешь по чьим-то правилам, значит, главный здесь не ты, а кто-то, кто создал эти правила. По чьим правилам ты играешь. Это Адвайтисты не хотят признать. Они считают, что я Бог. Каждый из нас. У них даже есть концепция. Говорят, а как же так? Если вы заявляете, что вы Нарайяна, говорят, что Нарайяна, он обладатель всех богатств, что Господь, он обладатель всего. Как же вы можете заявлять, что этот обладатель нищий, например? Почему есть бомжи? Они говорят, это Даридра Нарайяна, это бедный Нарайяна. То есть, в свое время Мадвачари написал Маева Адашата Душани. Сто предостережений против философии Адвайта. Он начал то, против чего боролся, собственно, Рамануджа. И Мадва, и Шичайтане Махаправо, они завершили это. Шичайтане Махаправо, он на собрании философов, майявади, собственно, Адвайтистов, последователь философии Шанкары, в Аранасе, он показал им через стих, который они обсуждали, через обсуждение стиха от Марама, что их представление о реальности не является подлинной действительностью, что на самом деле даже те, кто освобождены от этого мира, то есть, они стремятся к освобождению, к мокше, что даже те, кто обладают этим положением, те, кто привлечены мокшей, и те, кто достигли мокшей освобождения, даже они привлечены именами, формами, атрибутами, качествами Верховной Личности Бога. И поэтому, что наше подлинное положение, оно скорее положение слуги, потому что только в положении слуги мы можем приблизиться к тому, кто безмерно выше всех нас, кто прекраснее каждого из нас, кто обладает большей способностью любить, чем кто-либо из нас, и большим состраданием, большим сердцем. Но, как мы уже говорили, слуга – это недостаточно. Слуга, слуги и слуги. Таков идеал. Поэтому гуру Парампара, она обеспечивает это положение. Каждый учитель, он слуга своего гуру, своего учителя, и при этом слуга своих учеников, в определенной степени. Потому что он видит их, как продолжение своего учителя, который пришел для того, чтобы преподать ему новый урок. Шила Сарасвати Такур, он на своем Весопудже, на своем Дне Явлении, он обратился к собравшимся следующими словами. Он сказал, «Мои дорогие спасители, все были поражены». Он обращается к ученикам с такой речью, «Мои дорогие спасители». Он говорит, «Если бы не вы, то я бы сейчас занимался другими делами, я бы не говорил о Кришне сейчас. Но поскольку есть вы, мне есть кому говорить, и есть о чем говорить. Поэтому вы, мои спасители». Он был всегда революционером во всем, и именно с его откровений начинается история того, что учитель, он рассматривается у ученика как праву, как господина, как продолжение своего учителя. Поэтому учитель и ученик – это связь, она очень прочная и единственно верная. Хотя многие говорят, зачем посредники, покупая квартиру, я стараюсь, снимая квартиру, пытаюсь избавиться от посредников, от агентов, которые берут 100% накрутку или большую какую-то сумму. Но это не одно и то же. Если в материальном мире мы пытаемся избавиться от посредников, то в духовном, божественном мире мы пытаемся обрести их как можно больше. Штхар Махараш говорит об этом, как о некой телескопической системе. Чем больше линз в позорной трубе, в телескопе, тем ближе эта реальность. Потому что гур, он подобен прозрачной среде, которая увеличивает изображение, которая делает нам его доступнее и отчетливее. И чем больше этих линз, тем изображение не пропадает, а наоборот обретает очертания и становится доступным нам. Поэтому слуга-слуги-слуги – это не что-то, не некие пережитки рабства средневекового, а наоборот рабство любви, рабство красоте, рабство очарованию. И в этом находится наше богатство. Многие не согласны с этим, но нам нет дела до того, кто согласен, а кто нет. Мы согласились с этим, потому что мы сдались, мы капитулировали. Мы сказали, мы не способны этому противиться. Мы нашли это настолько очаровательным, что у нас нет никакого желания искать что-либо еще. И к этому призывают веды. Они говорят, найди то, найдя что, ты не будешь, или найдя кого, ты не будешь никого больше искать. Найди, познай того, познав кого, тебе больше никого не захочется познавать. Поэтому мы выбрали такой путь, и мы пытаемся идти по нему. Поэтому мы сегодня отмечаем День Духовного Учителя, как того, кто является нашим надежным гарантом. Штхар Махараш говорит, просто достигнуть освобождения достаточно, для того, чтобы войти в мир любви, войти в мир красоты. Ты должен получить визу. А визу дает только гражданин той страны, ее амбассадор, ее посол. И послом является Шри Гуру. Поэтому с разных сторон мы подходим к одной и той же теме. Гуру и ученик. Для каждого ученика необходимо получить связь с подлинным Гуру. В этом секрет духовной жизни. Ария Кришна.